Тема интересная. Раньше она была хайповая, и, наверное, в очередной раз вы подумаете, что я вам что-то рассказываю про криптовалюты. Всем привет! Андрюха, привет! Что я вам рассказываю в очередной раз про уже известные всем хайпы, пирамиды, криптовалюты и так далее, но на самом деле немножко не так. Хотелось бы описать свой опыт работы на этом рынке и на рынке цифровых валют. Я бы его даже, наверное, не называл работой только с криптовалютами, а вообще в целом с цифровыми продуктами и с цифровой финансовой системой, которая начала зарождаться уже давно, и сейчас есть возможность, в том числе и благодаря нашей компании, пользоваться этим инструментом. И первое, что я хочу рассказать, я опишу свой опыт, как это было, как вообще начинал я лично и к чему меня привел этот путь. В 2013 году я учился в Германии, получал там... Учаясь на инженера-гидермашиностроителя в Питере, я попал в Германию, написал мне вот со мной письмо, немножко приукрасил и сказал, что я готов работать программистом, если мне придется. И меня взяли на должность программиста в Германию, в Мюнхенский военный университет, где я должен был кодить систему управления умным домом. Конечно, это не получилось, потому что изначально у меня была обычная инженерная специальность, связанная с гидромашиностроением. Программиста из меня, скажем, не вышло. Но я познакомился в том корпусе с человеком, который начал изучать криптовалюту. Точнее, я изучал ее задолго. До, с 2011 года он начинал майнить на своем компе BitTalk и рассказал мне про этот мир. Я начал изучать, копать, это был 2013 год, и тогда Виталий Бутерин, если вы в курсе, о ком я рассказываю, это человек, который придумал криптовалюту Эфир, вторая криптовалюта, который заказчик и есть исполнитель. Заказчик дает задание и ставит на исполнение этого задания 10 долларов. Когда исполнитель завершает, автоматически смарт-контракт отдает ему 10 долларов и принимает у него работу. 10 долларов этот смарт-контракт выплачивает не в долларах, а в цифровой валюте в Эфире. Таким образом появилась цифровая валюта, которая обеспечивала работу смарт-контрактов. Мне на то время технология показалась интересной, необычной, современной. Начал изучать, и в то время появилась как раз первая ИСО, она и появилась в 2013 году. Если я не ошибаюсь, Эфир стоил 0,8 цента. Что это такое? Я купил на несколько долларов, это был 2013 год, и потом я постепенно начал отходить от криптовалюты, потому что она не имела вообще никакого распространения, это было слишком тяжелое для обычного обывателя направление. Я изучал IT-стартапы. Я продвигал IT-стартапы на рынке Европы как раз после Мюнхена, вернулся в Россию, начал заниматься стартапами там. Начинаю про крипту, когда у нас начали делать наши российские соотечественники, кстати, часть из института здесь на конференции, вот Андрей Воронков в том числе. Начали заниматься ICO. И что самое интересное, что меня тогда удивило, что та технология, которую я так много слышал в 2013 году, и буквально мой напарник, мой партнер по комнате, который майнил биток на своем компе, я увидел, что с 2013 года по 2016 она уже выросла в несколько раз. А когда начался рынок ICO, и ICO-стартапы просто взлетали на десятки тысяч раз. И у меня было, конечно, большое преимущество по сравнению со всеми, кто вступал в этот рынок, потому что изначально уже обладал с 2013 года огромной базой того, как это все происходит. Я переехал в Москву, я тогда жил в Питере, на то время переехал в Москву и начал заниматься помощью и поддержкой ICO-стартапов московских. Принял участие порядка в десяти проектах, все они закончились успехом. Ну, это уже был 2017 год, начало, то есть я в 2016 году переехал, и с 2017 года, с мая, когда я уже освоился на рынке, я начал подсказывать и помогать этим стартапам. Часть из этих стартапов по итогу не сдержали свои обещания, часть существует до сих пор. Ну, моя роль была, я помогал с точки зрения стратегии, с точки зрения маркетинга, и большинство из них, с точки зрения сбора средств, оказались, конечно, феноменально успешными. То есть были кейсы, когда ребята имели там 10 тысяч долларов на руках, а по окончанию работы 3-6 месяцев они оказывались долларовыми миллионерами. У кого-то сносило крышу, кто-то не выдерживал. Некоторые мои знакомые покончили жизнь самоубийством, были такие кейсы, некоторых из них... В общем, много всего нехорошего происходило и хорошего с этим людьми это время. Какой вывод и что по итогу получилось? Многие люди оказались обманутыми, многие люди оказались случайно разбогатевшими, а остальные зрители, наблюдатели этого рынка так ничего и не поняли. То есть на сегодняшний день люди, которые видели, рядом с которыми проходил весь этот криптовалютный хайп, которые не оказались внутри, до сих пор так и не понимают, что вообще там происходило, и что это за рынок, и что из себя представляет эта технология. Для примера я сейчас расшарю вам экран, и мы с вами зайдем на биржу. Например, мы с вами зайдем на биржу ETA. То есть я хочу показать, как рынок криптовалют на сегодняшний день выглядит для простого обывателя. Вот заходим мы с вами на биржу и видим, что у нас сегодня биткоин стоит 9628 долларов. Почему он столько стоит? Почему у него происходит? Да, у меня здесь есть небольшой мой анализ. Я чуть-чуть смотрю, где линии поддержки и сопротивления. Не обращаем на это внимания, это совсем дилетантский подход. Просто перед конференцией решил так раскидать. Так вот, буквально недавно он у нас доходил до 8, еще недавно он был 3800 и так далее. Графики, цифры, линии поддержки, сопротивление, мало что понятно. Даже человеку с моим опытом, с моим бэкграундом, не всегда ясно, в какую сторону примет направление таяльная валюта, какой у нее будет тренд, восходящий либо нисходящий. А тем более вопросы, как зарабатывать на этой рынке, остаются еще более сложными. Даже не то, что для простого сложного, даже для многих профессионалов. И в 2018 году, понимая, насколько тяжел этот рынок для обычных людей, а сам я уже находился глубоко в нем, мне хотелось как-то найти возможность подарить любому человеку легкий вход в криптовалюту, не чтобы заработать или не чтобы потерять, а чтобы хоть как-то в нем освоиться. И объединившись еще тремя ребятами из этой сферы, мы решили создать игру, которая называется To The Moon. Я буду вот прям на пальцах показывать и рассказывать, и показывать, к чему мы пришли. То есть мы решили создать некую аркаду, которой цель игры является долететь, прийти к Луне. Есть в крипте такое понятие To The Moon. То есть любая криптовалюта рано или поздно должна прийти в To The Moon либо превращаться в шиткоин. То есть либо оказаться на дне где-то, либо оказаться высоко-высоко в космосе и вырасти в тысячу раз. Так вот, для того, чтобы изменить подход к рынку вот от таких графиков, непонятных цифр и всего прочего, стаканов ордеров, заявок на покупку или продажу, мы решили дать возможность пользователю новому окунуться в мир игр. Как это происходит? Мы с вами заходим на платформу, нажимаем кнопку «Участвовать». Ну, например, у нас будет с вами залет на 160 тронов. Представляем, что это у нас с вами рубли, 160 рублей. Для того, чтобы принять здесь, нам надо заплатить фонд и выбрать наш криптовалютный портфель. То же самое, что мы бы сделали здесь. Например, у нас с вами есть 100 рублей, и мы с вами хотим эти 100 рублей распределить, как купить немножко битка, купить немножко эфира и так далее. Здесь это делать очень сложно. В формате игры, в формате аркады это делать гораздо проще и занятнее, на мой взгляд. Например, мы с вами выбираем 80% битка и 80% эфира. Выбрали, нажали кнопочку «Поехали», ввели пароль и ждем, когда к нам присоединится еще один участник игры. Сейчас, чтобы долго не ждать, я прокинул сообщение нашим ребятам, почему-то они не смогли попасть в комнате. Ну, я надеюсь, что мою гонку сейчас кто-то поддержит. Ну, пока мы ждем соперника, я думаю, что мы с вами зайдем уже в открытые гонки. Здесь можно посмотреть текущие гонки и посмотреть, как летят другие игроки. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас есть гонка из пяти человек. То же самое, что было у меня, там была гонка из двух человек, здесь гонка из пяти человек. И здесь пять космонавтов направляются к Луне. У нас есть лидер, который, портфель которого отрос на 3%. Он взял немножко битка, взял немножко вейвс и матика. То есть пропорции 20%, 40 и 40. А, кстати, в нашу гонку присоединились. Мы можем с вами посмотреть, что происходит в нашей гонке. Вот прямо на примере. Вот здесь был мой портфель, который состоял из 80% битка, 20% эфира. И вот против меня летит герой, который взял на 1% больше эфира, чем я. То есть эфирка в этот раз показывает больше рост. И мы с вами в режиме реального времени видим, как портфели пользователей, криптовалютные портфели, которые, в принципе, мы могли составить вот здесь, растут друг относительно друга. И вот тот игрок, у которого он вырастет больше, а в данном случае это мой противник. Мне сегодня не так повезло в этой гонке. Осталось 7 секунд. Это небольшой забег, небольшая гонка. И на последней секунде. Так. И на последней секунде все-таки мы не выигрываем. Мы проигрываем 100 рублей, и наш победитель забирает 160 тронов. 20% забрала себя платформа. Так вот, что я хотел показать на этом примере. Целью было не прорекламировать продукт, а показать, каким образом можно облегчить пользователю вход на любой рынок. Не только криптовалюты. Наверняка каждый из вас там занимается каким-то бизнесом. Наверняка кто-то участвует в IT-стартапах. И проведя очень много времени на сложнейшем криптовалютном поле, я понял, что чем ты ближе по итогу оказываешься к пользователю, чем ты для него проще, тем легче он окажется на этом рынке, тем легче тебе будет с ним взаимодействовать. Мы не остановились на этом. Когда люди начали играть, у нас там в моменте по 200 человек играет. Это довольно-таки неплохой показатель для криптовалютного рынка. Там не такой большой объем сейчас. Мы делаем все возможное. Сейчас мы запускаем трафик, чтобы увеличить количество наших активных игроков. И играет, то есть порядка, у нас сейчас 22-25 тысяч зарегистрированных пользователей. В течение дня там полторы тысячи людей проходит. Ну, то есть объем есть. Есть с кем работать. Наши цели являются не только как бизнес, заработок на комиссии от игр, а также и обучение людей. То есть мы выдаем им какие-то подсказки, мы проводим стримы, вебинары о том, как работать с этим рынком, как проводить уже трейдинговые всякие манипуляции, операции уже на настоящих биржах, если им это интересно. И о том, почему вообще происходят эти движения, почему корабли двигаются асинхронно все-таки и каким образом можно оказаться впереди. Так вот, когда игроки выигрывают что-то, когда они начинают зарабатывать, стоит целый вопрос. Я, например, я трейдер, совершаю сделки в течение дня либо в течение недели. И весь мой профит, то есть те деньги, на которые я живу, они складываются в криптовалюте. И эту криптовалюту нужно как-то тратить. И раньше, в 17-м году, когда я только начинал, что приходилось делать? Было два способа. Они, в принципе, существуют и сейчас. Только тогда это было гораздо опаснее, потому что тебя могли отследить и ударить по голове. Я сейчас чуть больше расскажу, почему это происходило. Например, тебе нужно обналичить, ты на SEO там сделай, не знаю, 200 тысяч долларов положился в какое-то SEO и тебе в санме, скажем, такая была валюта, прилетела 200к. И что тебе делать? Есть только одна возможность, это найти физически человека, который может произвести обмен в наличные. И ты идешь с этим мешком наличных в портфеле 250 тысяч долларов, только поменялся сделки и аккуратно по переулочкам возвращаешься домой, чтобы никто случайно тебя не встретил. Иногда и давали наводки от тех, кто выводил такие суммы. Далее эти обменники начали подключать обычные карточки, дропать, либо дропов подключали, то есть вы могли перевести свою криптовалюту, обналичить и закинуть на карты. Сбербанк, никого, куда хотели. Но зачастую эти карты обменники. И так же мы столкнулись с такой проблемой, хотели дать возможность нашим пользователям, не только нашим пользователям, а вообще любому пользователю криптовалюты, пользоваться криптой как платежным средством. Многие об этом говорили, многие обещали подарить такую возможность и по итогу мы смогли этого достигнуть. Мы смогли создать инструмент, который позволял бы любому пользователю, мы можем зайти в профиль, и у нас здесь есть возможность для пользователей нашей платформы взять и заказать карту. Данная карта позволяла, опять же, не хочу, чтобы расценивалось данный показ, вот этот кусочек платформы, призыв к действию, покупки карты, нет, опять же, хочу показать лишь то, что можно на любом рынке, даже на рынке криптовалют, найти какой-то продукт, который будет релевантен, который будет полезен вашему количественному пользователю. Вот такая карточка позволяет, я не знаю, любому человеку взять, пойти и заплатить за кофе, используя свою криптовалюту. Единственное, я хочу отметить, что, конечно, это не возможность расплачиваться именно криптой, это возможность использовать предоплаченную карту, то есть предоплаченный баланс, когда вы там завели крипту, крипта на карте в моменте, если вы будете выдро съем в банкомате выдачу наличных. Таким образом, без счета в банке, там, я не знаю, государственном, вы имеете возможность обналичивать свою криптовалюту бесплатно. Я не знаю, не бесплатно, а безопасно. Таким образом, мы с помощью нашей платформы, с помощью этой идеи решили две вещи. Первое, это сложный вход нового пользователя в мир крипты, в мир трейдинга в данном случае. И второе, это возможность пользоваться цифровой валютой в качестве платежного средства. По итогу, мы получили огромный поток заявок, то есть на сегодняшний день поток заявок вообще людей, которые хотят пользоваться продуктом, превосходит нашу возможность именно физического выпуска данных карт. и здесь, то есть вот мы сейчас что хотим сделать? Чтобы быть еще, сейчас я извиняюсь, перейду, меня должно быть слышно, но перейду здесь не везде, не всегда работает хорошо. Так вот, по итогу, что мы хотим сделать? Чтобы в каждой стране у пользователя была возможность, сейчас у нас есть одна единственная проблема. это межграничные переводы, когда, например, у нас счета находятся в Гонконге и мы позволяем своим пользователям также и в России снимать наличные, используя криптовалюту, но у них проценты по банку, если бы вы находились там в Гонконге и пользовались карточкой, были бы ниже, чем если вы, например, находитесь в России. Мы хотим быть еще ближе к клиенту и в каждой стране подключиться к банковским ячейкам, подключить, открыть свои банковские счета для того, чтобы иметь там свою ликвидность и дать возможность пользователю иметь самые низкие комиссии по выводу средств либо по оплате каких-то товаров, используя эти карты. Вот, в принципе, все, что я хотел вам рассказать. Давайте пройдемся по вопросам. Надеюсь, звучало не слишком продажно. То есть, опять же, повторюсь, целью является не продать продукт, а показать, каким образом в максимально сложной среде цифровой быть близким к пользователю и давать ему тот продукт, который он хочет. То есть, не обещать ему что-то заоблачное, какие-то баснословные доходы, прибыли или еще что-то, а сделать очень простой продукт, которым будет интересно пользоваться и дать возможность использовать эту цифровую валюту в качестве платежного средства прямо сейчас. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok